Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. У нас сегодня два гостя в Развороте. Это соорганизаторы проекта индустриального туризма PAMESTA LV или PAMESTA LATVIA, Артур Янсенс и Дмитрий Букс. Здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. И как правильно все-таки проект называется? PAMESTA LATVIA. PAMESTA LATVIA. Да. Проект касается, ну если так, в общем сказать, заброшенных зданий в Риге, вообще заброшенной Латвии. Ну, судя из названия. В целом заброшенная Латвия, иногда даже не очень заброшенная, но в основном заброшенное это индустриальное наследие Латвии, военное наследие, всякие постройки времен Холодной войны, Первой мировой, Второй мировой. Все, что заброшено, все исследуем, все фотографируем. Ну, мы сейчас, конечно, углубимся, немного конкретнее поговорим. Я просто для радиослушателей, чтобы они представляли, что это такое. Вот ребята исследуют, можно сказать, ту Латвию, которая незнакома, что ли, другим, она заброшена, вот, и при ТСМЭ совершают такие часто экстремальные вылазки, да, по всяким вот объектам заброшенным в нашей стране. И все это превратилось в такой проект, который вы придумали, который конкретно Дмитрий придумал. Ну, нет, изначально вообще все придумали мы совсем с другими людьми, это еще в 2014 году. Вообще, в принципе, движение в Латвии такое уже с 90-х существует. Даже с 80-х, наверное, да. Да, ну, то есть, если кто-то читал интервью наше, там рассказывалось про первых диггеров, которые реально раскапывали. Ну, в двух словах можете сейчас рассказать. Было движение, самых первых точно не знаю, следующее, это было 90-е, там были Никтон, такое движение, они ходили, искали военное наследие, и действительно с лопатами, с металлоискателями раскапывали военные постройки Первой и Второй мировой. Вот, а мы уже включились в общее движение в этом году в 2014, тогда это действительно было как экстремальный туризм, то есть чисто индустриальный, просто ползать по заброшенным зданиям со страховочкой или там встречаться на четвертый этаж через окно, перелезть. А потом втянулись, и начался уже интерес непосредственно к истории. Тогда уже появилась сначала одна команда, и когда я начал углубляться больше в историю, я решил подвинуться из первой команды и сделал проект «Паместа Латвия», потом вот из первой команды Артура перетянул к себе как фотографа, и подключил еще человека, который еще дольше занимается этим, бывший проект «Дигфайл Салве», сейчас он тоже работает в «Паместе». То есть таких людей, в принципе, это все обобщено под таким понятием индустриального туризма, их в Латвии хватает, получается. Команд, я не знаю, клубов там и так далее, их много. Людей тысячи. Непосредственно команд можно выделить, наверное, штук 5-6. Но большинство из них сейчас почти ничего не делают. Даже те же самые популярные граусты, они только ходят, а фотографии на публику они выставляют раз в месяц, раз в две недели. А вот как это работает? То есть, Артур отвечает за фотографию. Это неотъемлемая часть деятельности? Или вот, как в этом примере, люди не обнародуют свои какие-то находки? Ну, то есть, вот этот формат, сам формат вот этого индустриального туризма, да, там это называется «сталкер», «диггер», об этом тоже чуть поговорим. Сам формат – это непосредственно залезть. Залезть, посмотреть. А тем, кому больше интересует история, это сфотографировать. Потому что, ну, смысл того, что ты изучил здание, изучил его документы и никому об этом не рассказал. Большинство из тех, кто исследует, это либо просто фотография, то есть, либо художники, которые ходят. Кто-то ходит ради эстетического удовольствия, ощутит атмосферу заброшенности какого-то постапокалипсиса. Кто-то ходит непосредственно для того, чтобы показать людям. То есть, ну, вот, например, наша команда занимается именно тем, чтобы задокументировать. То есть, это не просто художественные фотографии, а мы делаем фотоотчеты. Вот я занимаюсь фотоотчетами, а Артур в это время делает художественные снимки и видеоотчеты. И еще один наш человек занимается уже непосредственно исследованием, показывает нам, что куда сфотографировать, как куда зайти, где спрятаться, если вдруг что-то намечать. Тот самый сталкер, который проводник. До мозга костей, да. Просто, насколько я понимаю, я там не углублен, может быть, в этот вопрос, но в определенном смысле именно вот роман Стругацких и фильм послужил какой-то тоже новым витком для возникновения людей, которые там пытаются исследовать запретные зоны. Ну, сначала нулевых, но после момента выхода игры, да. Я про фильм сейчас говорил, но игра тоже, наверное. Про фильм, нет, те, кто отталкивается от фильма, людей мало. То есть, основном, те, кто первые диггеры были, вот эти 80-е, 90-е, они, их не интересовала атмосфера постапокалипс-заброшенности. То есть, их интересовала исключительно историческая часть. Это, ну, можно сказать, историки. А потом уже, вот именно после игры «Сталкер», когда там люди с автоматами в противогазах, в Балахоне ходили в зону за аномалиями, полезли всякие, скажем так, школьники, которым стало интересно, что вот я хочу быть «Сталкером», я вижу гараж, я полезу в гараж заброшенный. Ну, и те, кто ходят не только в гаражи, но и в заводы, и нормальные индустриальные заброшенные объекты. Ну, Артур, подключайтесь тоже. Расскажите, как происходит фотоэлемент всего этого? Я больше как именно вот фотограф и посмотреть. То есть, во мне сочетается вот все вышеперечисленное, и уже попутно можно чем-то поделиться там в соцсетях. То есть, я иду больше как реально насладиться заброшенным объектом, потому что бывают очень интересные какие-то индустриальные, такие эпические сооружения. Бывает что-то в подвале, где в подвале подвала там туннель, и это, как правило, какой-нибудь красный кирпич, то есть, это, ну, дореволюционный, что очень интересно, всякие сводчатые потолки, что реже бывает, и уже делаю фотки. То есть, мне интересно. Я вообще изначально подключился как фотограф, который просто фотографирует и наслаждается тем, что хожу где-то, и уже попутно там, да, можно как-то назвать себя сталкером, может быть, если спросят. Таким словечком, да? Да. Приятным. Да, но только просто фотограф. Вау, давай-ка пойдем сюда, там, наверное, крутая фотка получится. Просто есть же убеждение, особенно в нашу эпоху, что, например, там, если ты не сфотографировал самолет, на котором ты улетаешь в отпуск, значит, отпуск не состоялся просто, его не было. А вы наблюдаете в своей вот эти экспедиции постоянно какие-то, ну, вещи, которые другие не видели, возможно, не увидят. То есть, есть, наверное, какое-то желание именно такое в этом смысле поделиться? Ну, по сути, чем уникальнее место, тем больше лайков. Ну, если с этой стороны посмотреть, сейчас же, да, все фоткаются всегда, и в этом есть смысл, потому что, если ты ничего не покажешь, то никто об этом не узнает. Сейчас в ВРУ, когда человеку нужно, раньше нужно было человеку искать контент, а сейчас контент борется за человеком, поэтому фотки, которые, скажем так, привлекают внимание, да, они больше привлекают внимание. Но это все, правильно я понимаю, это такая, конечно, деликатный вопрос, но это все находится во многом на грани закона, законности, и в этом, я так понимаю, есть вот соль во многом всего этого движения. Ну, да, бывает. Не совсем. Скажем так, это абсолютно незаконно. Ну, спасибо, что называете вещи своими венами. Ну, чтобы быть честным, чтобы люди, которые сейчас, скорее всего, послушают, скажут, я тоже хочу этим заниматься. Нет, это абсолютно незаконно. То есть, в первую очередь, либо это административная ответственность за посещение заброшенных объектов, такой закон точно в Риге есть, либо уголовное за посещение частной собственности. Вы бывали и там, и там, я так думаю, да? Да. Но частные меньше? Ну, чаще. Чаще? За Ригой очень много заброшенных зданий, у них нет статуса граус, это трущоба. В Риге таких зданий очень много. То есть, в Риге, в принципе, если вдруг поймает полиция, они без заявления владельца могут поставить, обязать выплатить административный штраф до 142 евро, если они захотят. За городом чаще всего это частная собственность, но в случае с уголовной ответственностью должно быть обязательно заявление от владельца, должен быть состав преступления, и следовательно, если владелец видит, что кто-то выложил просто фотографии из его, ну, можно сказать, заброшенного сарая, что, например, для какого-нибудь миллионера заброшенный завод – это тот же самый сарай, ну, он не будет ничего делать, потому что там никто не ворвал металл. Ну, человеческий фактор уже такой срабатывает. Да, ну, вот, например, сейчас, если видели, Эдгар Сайварс, он залез на иглу в Кулдоге, это 220-метровая башня. Так. До этого были тысячи человек, которые так тоже поднимались на нее, но владелец не подавал заявления в полицию, и единственная ответственность была только, если кто-нибудь позвонил в полицию, людей снимали, и тогда уже был штраф, там, 300-350 евро. А сейчас вот Эдгара вызывают в Кулдогскую полицию, чтобы он написал заявление, и как там дальше дело будет. А его заметили, когда он туда залезал, получается? Он видео выложил. А, он просто выложил видео. Которое стало очень популярно, там, по-моему, уже 100 тысяч просмотров было. До этого самое популярное видео с иглы было, где молодая пара переночевала, но это было еще год 15, и, по-моему, до сих пор с ними ничего не сделали. То есть, ну, получается, владелец, может быть, не видел это видео. А вот с Эдгаром видео очень стрельнуло, и владелец такой, типа, нельзя. Вам что-то подобное, что называется, прилетало? Меня вообще ни разу не ловили, даже охрана. Да, то же самое. Я как-то даже не особо интересуюсь. О, этот объект, что-то с ним не так, он охраняется, все идут, я вижу, что объект прикольный, его надо пойти фо-фоткать. То есть, у меня такая мотивация. Но как вы, ну, просто мы как-то должны это проговорить, наверное, как вы оправдываете, то есть, чем оправдывается с вашей точки зрения нарушение закона, по сути, напрямую? Мы не хулиганы, не воры. Мы ничего не ломаем, мы не рисуем на стенах, мы, собственно, руководствуемся первоначальным кодексом западным, где всего лишь два правила. Не уноси ничего, кроме своих снимков, которые ты сделал, и не оставляй ничего, кроме своих следов. То есть, мы, в принципе, даже не мусорим. Там, если кто-то курит на объекте, мы банчики собираем в карман, потом куда-нибудь мусорник выкидываем и ничего не выламываем. В принципе, нам и переписать-то нечего, опять же, с точки зрения мельспруденции. Нет, проникновение, не изроки такие. На собственность. На собственность, может быть, но владельцы, то есть, были уже случаи у коллег, когда их ловили, их даже ловили с ящиком противогаза в багажнике. И владелец говорил, ну, ладно, напишите объяснительную, типа, ну, все равно объект стоит, никому не нужный, а ящик с противогазами – это мусор. Ну, нет состава преступления. Но вот кодекс упомянутый, я видел, что он тоже фигурирует у вас на сайте PAMOS.LV, там тоже указан вот этот вот единственный девиз, да, ну, скажем так, правило. Этим ограничивается кодекс или есть какие-то там негласные еще вещи? Есть много негласных. Вот из чего состоит эта конституция, ну, сталкера там, индустриального туриста и так далее? Есть очень много негласных вещей, в принципе, они будут потом позже описаны, я просто не могу сесть и написать полноценный кодекс. Ну, в двух словах, может быть, а основные такие положения? Основное – не сливать объекты, то есть не распространяться координатами. Потому что, опять же, очень большая проблема того, что в Риге, вообще в Латвии тысячи людей, которые увлекаются индустриальным туризмом, они делают селфи на форме объекта и указывают место, где он находится. Если объект хорошо сохранившийся, то, в принципе, после такой фотографии, через неделю там ничего нет. Там даже все стекла выбиты, все изнутри вынесено. А что происходит? Прибегают школьники, прибегают воры, прибегают барахольщики. Все выносят, кто-то что-то ломает. Очень часто мы… Ну, прям вот такой эффект. Люди прямо через месяц бывают… Я просто не знаю, как это работает. То есть, вот человек видит фотографию в интернете, которую выложил там, ну, сталкер. Видит локацию, видит приятный фасад и говорит, а пойду-ка я сейчас окна там повыбиваю. Очень похоже, что у людей именно это творится в головах. То есть, вспомнить ту же самую радиотехнику, она год стояла заброшенная, никому не нужная, и узкий круг людей, который был в теме, что она заброшенная, где как можно в нее попасть без взломов. Они ходили, там тусовались, даже шашлыки на крыше жарили. А как только появилась первая же статья в средствах массовой информации о том, что она заброшенная, через месяц она сгорела первый раз. То есть, кто-то, видимо, пришел и поджег. Скрунда. Скрунде сняли охрану, по-моему, в начале 2015 года. Я впервые в ней был в апреле 2015 года. Там даже все было на местах. И я был уже после публикации в СМИ, но поскольку было холодно, люди, естественно, не особо туда рвались ехать. И все поехали уже в мае, в июне, в июле. Второй раз я был в июле, не было уже ни одного целого окна. Я сам лично бегал с пневматическим пистолетом за людьми и кричал в рупор, чтобы они проваливали из города. Потому что была компания ребятам, 20-25 лет, они просто кидали кирпичи в окна. В другом доме одновременно с этим холодильник из окна полетел. Вот, собственно, что творится в головах у людей. Поэтому мы против... Стоит напомнить, наверное, как раз, тоже связано с этой темой, что в Латвии есть специальные комнаты, в которых можно выплеснуть свою злость, сбитые в руках, там, поразбивать предметы. Да, уже появились такие места. Вот, наверное, этим людям стоит туда идти. Их было уже много. Может быть, какие-то заброшенные. Ну да, но это я просто к слову. К слову, просто говорю, что это могло бы людям, может быть, помочь. Могло бы. Вообще, такая первая комната появилась лет пять назад. Потом была вторая комната, которую краски сделал Артур. Сейчас, по-моему, уже третья комната, про которую в СМИ пишут, это первая комната. Ну, так бывает и классно. А с момента Артура комната, которая на тот момент была самая раскрученная, самая популярная… Это вот именно, момент пиара, видимо, сработал. Я даже задавал каверзные вопросы в комментарии, что, мол, я не помню, кто было, я говорю, сколько вам заплатили, чтобы написали, что это первая комната? Ну, я думаю, что дело не в этом. Просто нужные знакомые, как бы, о, прикольная штука, давай-ка напишем. Потому что сейчас перепадает, на моей странице каждый день кто-то пишет, о, а можно что-то прийти? Все думают, что это мы открылись. Сейчас мы прервемся буквально на минуту и вернемся у нас в гостях с органи... Да, продолжаем разворот. Вот сталкер у нас сегодня в гостях, и нам, кстати, можно позвонить 672 12 93 9 или по WhatsApp написать 230 6191. Мы говорим о заброшенных зданиях с людьми, которые эти здания изучают, при этом, как сами признаются, нарушают тем самым закон, но нарушают его во благо и нарушают его, скорее, с юридической, а не с нравственной точки зрения. Ну, вот я так думал просто о том, чем вы занимаетесь и какие места вы исследуете. Получается, что вы, ну, если, скажем, историки, они, ну, возьмем Ригу, они исследуют Ригу, какой она была, там кто-то исследователи городской среды и гиды, экскурсоводы, они исследуют то, какой они сейчас являются, то вы, получается, исследуете такую параллельную вселенную, вот как в сериале Stranger Things, если помните, да, какой-то параллельный мир, который, он и есть, и его уже нет, он какой-то просто другой. Вот так? Так вы это можете философски, может быть, сформулировать? Примерно так, но мы скорее исследуем из того, что есть сейчас, мы исследуем то, куда обычные люди не попадают. То есть гиды, например, они явно не будут прыгать через забор с ключей проволокой и лезть в здание, у которого полностью засалены окна, а это, в принципе, именно то, что нам нравится. Да, лезть в подвалы, в технические туннели, где можно найти следы бесконечных реставраций и увидеть частицу того изначального объекта, как он строился. У Риги есть образ, у той, который он есть, современная Рига, исторически, опять же, это может быть такой немножко замысловатый вопрос, но какой, вот если обобщить все, что вы увидели примерно, какой образ у вот этого вот города, который вы видите благодаря своим вылазкам? Образ? Ну, в смысле, это что? Это послевоенное такое, в первую очередь, да, что-то? Это не только послевоенное. Какого характера здания? То есть, я видел, что там и детские сады у вас фигурируют, и школы, и больницы, ну и все остальное. В основном все советское. Даже старинные усадьбы 18-19 века, они уже советские. Это как? А вот есть пример. Засулавская мануфактура. Это бывшая усадьба. К сожалению, я не нашел документов, что там было до Советского Союза. Я нашел первое упоминание с 50-х годов, но исследуя здание уже непосредственно физически, то есть, исследуя полностью изнутри, снаружи, я обнаружил, что усадьба была двухэтажная. Но сейчас она трехэтажная, с дополнительной лестницей. И получается, что был красивый фасад с лепниной, были какие-то резные углы, колонны были, стояли декоративные. Внутри много маленьких лесенок, скорее всего, были, как это называется, девичья комната, где няни ночуют. И в Советском Союзе поверх этого пристроили прямоугольную, квадратную, кирпичную постройку из белого кирпича, самого дешевого, прямую лестницу, закрыли всю эту лепнину. Ну и такой микс получился. Получился микс. Причем он интересный, но очень некрасивый. И так, в принципе, очень многие. Рига в конце 19-го, начале 20-го века очень сильно развивалась индустриально. И это были постройки кирпичные, это были огромные заводы с целыми сетями подземных туннелей, а в советское время уже к ним пристраивались те же самые кирпички, бетонки, в туннелях, которые рассчитывались на, собственно, чтобы пройти из цеха в цех под землей, начали прокладывать трубы, электричество. И получилось действительно микс. То есть, если посмотреть ту же самую Германию, старые заводы старинные, то есть, тоже к конца 19-го, начало 20-го века, они сохранили свой первоначальный вид. Они все красивые, кирпичные, там есть мрамор. Вот именно как цель была в начале 20-го века показать богатость и уровень развития индустриального района, то есть, завода. То в советское время все было нацелено на... Типично все было, да? Типизация такая. На повышение КПД. Ну и, да, чем быстрее построили, тем лучше. Но часто вообще до советское что-то попадается? Да. В Риге очень много заводов и домов, которые до советские. То, что советское, оно, в принципе, сейчас перестроено под современное уже. Даже на советские заводы можно залезть и найти что-то до советское. Тот же электромашиностроительный завод. Но он, в принципе, как бы советский полностью, там даже железные ангары стоят. Но где-то в середине территории стоит завод конца 19-го века. Вот, например, завод-проводник. А вам, Артур, как фотографу более интересно, вообще более ярко фотографировать какие объекты? Советские или советские? Мне интересует все, что раньше 1860-х годов. Ну, это уже серьезная заявка. Очень точно. Разве такого у нас много? Очень мало. Очень мало. Ну, вот примеры, может, какие-то? Школа Гренча. Как бы она, по заявлению, построена в 1888 году, но это как бы историки пишут, а будем откровенно честны, они гуманитарии в основном. А я заканчивал Рижский строительный колледж, и когда спускаешься в подвал, ты видишь, что подвал на глубине двух метров, в котором были окна и двери, и они просто заложены кирпичом. Так у вас это после уже произошло? Нет. То есть на старых фотографиях видно, что культурный слой не изменился абсолютно. То есть это просто дата реставрации. Допустим, есть СС Муйжа, усадьба, где стоит… А Гренча просто… Гренча – это где, в какой части лодки? Это в сторону Тукумса. Это с Тукумса на колдугу. Да, есть СС Муйжа, там, где стоит дуб, которому 400 лет, если не ошибаюсь. И вот там, честно, написано по старонемецкому, что построено в 1700 каком-то году и отреставрировано снова в 1880 каком-то. То есть вот чаще бывает, что… И это стоит заброшено, вот уже… Да, заброшено. Все годы сколько получается? Как правило, все Муйжи в Латвии так, ну, часто заброшены в самый очередь 20 века. Усадьба Борсминде – это Бауска. Тоже там стоят даты конец 19 века, текущее здание. Но если углубиться в архив, то первые истоки вообще поместья и территории поместья – это 15 век. И когда спускаешься в подвал самого поместья, которое датируется 19 веком, то видно, что там так же самое есть и кладка из булыжника, поверх нее кладка из кирпича, и почему-то под землей на глубине двух метров окно, замурованное кирпичом еще более современным. И вот это тоже один из интересов нашего исследования. То есть мы не только бумажки лопатим, мы в принципе в бумажках редко ковыряемся по поисках истории, а вот именно прийти и вживую пальцем поковыряться в кирпиче и посмотреть, чем отличается кирпич в одной части здания от другого. Ну, вам приходится встречать в заброшенных зданиях других каких-то людей? В первую очередь приходят в голову бездомные, например, граффити, художники тоже любят порисовать, попрактиковаться в таких местах. Были какие-то встречи, ожидаемые или неожиданные? Внезапно черного кота увидел, чуть не схватил инфаркт. Да, ну и один тогда пошел в бункер какой-то, и было страшно. В одной руке была зеркалка, собственно, в одиночку это тоже можно делать. Ну, в одиночку, да, но это совсем жутковато. Совсем, просто я не был бы в том месте еще раз очень долгое время, поэтому нужно было поделать. А из людей? Подростки в основном. Подростки, но они быстро убегают, потому что мы ходим в одежде такой околоармейского стиля с крутыми фонарями. Они думают, что это какие-то военные. Они думают, что это охрана или полиция, в принципе, они быстро убегают. Даже иногда интересно за ними побегать и из разных углов половить их, сказать, вот там микроавтобус полиции стоит, придите к нему, мы сейчас подойдем. Ну, а вот основные направления так называемого индустриального туризма приходится встречать там вот сталкеринг, да, диггеринг, руфинг и еще какие-то некоторые составляющие. Если в двух словах, чем они отличаются? Ну, руфинг – это понятно, что такое. Если взять прям совсем индустриальный туризм, сюда еще можно приписать, как он? Урбекс, кажется, у вас написано было еще. Урбекс – это западное понятие. Это urban exploration, то есть исследование городской среды, в том числе заброшенной. То есть урбекс чаще всего не заброшенную. То есть в той же самой России людям, занимающимся урбексом, их больше привлекает посещение просто сложно доступных мест советских, не обязательно заброшенных. То есть это могут быть даже атомные реакторы, в которых… То есть официальные экскурсии какие-то себе? Абсолютно неофициальные. А неофициальные все же? Чем сложнее, чем экстремальнее. То есть действующие, там есть люди. Там есть какой-нибудь дядя Вася, охранник и песик Бобик. Они Бобику дают колбасу, а охранника просто ждут, пока он напьется и уснет. И продумывают, как пролезть. И чем сильнее там, чем мощнее сигнализация, тем им интереснее. Но это в России. У меня недавно гостил один из российских диггеров. Он рассказывал про то, что на одном из объектов была и периметральная сигнализация, и объемные датчики движения, и охранник с тремя собаками. И они попали внутрь. И в этом их основной интерес. У нас же интерес именно заброшенный объект, максимально заброшенный объект. А сами движения, да, это сталкеринг, проникновение в трубнодоступные зоны. Мы, в принципе, написали сталкеринг только потому, что так понятнее людям. Да, обобщение какое-то. Обобщение. Потому что, в принципе, сталкеры – это люди, которые ходят в чернобыльскую зону отчуждения. Вот я хотел, кстати, спросить. А не те, которые гоняют в скрунду. Но Чернобыль просто получается для вот этого движения, это как такая мекка, да, своеобразная. То есть, главный там ориентир, что ли. То есть, попасть в Чернобыль – это вот такая цель. Он самый известный. До выхода сериала, да. Вот и про это тоже, да. А после выхода сериала еще больше. Ну, сейчас вот, да. После выхода сериала тем, кто разбирается в этом, они, наверное, не хотят туда лезть, потому что они наткнутся на кучу девчонок, которые «а-а-а-а», селфи. А только у нас только просто, это вот не состоит какой-то проблемы. Официальная экскурсия. Да, официальная экскурсия. То есть, таким образом. Даже из религи есть несколько команд. Кто-то неофициально, может быть, тоже, чтобы сохранить эту трушность. Тем, кому нравится, они ходят неофициально. То есть, это в среднем от четырех дней, по-моему, путешествия. Но в основном все ходят на недельку. То есть, три дня в одну сторону, три дня пожить в самой Припяти и три дня обратно. Ну, плюс-минус там. Но после сериала произошло, да, вот эта волна определенная? Теперь нелегальный маршрут такой же самый, как туристический. Ты можешь идти и одновременно в рыжем радиоактивном лесу увидеть еще нескольких сталкеров, которые так же само куда-то идут. К тому же, что те же гиды, которые предлагают официально нелегальные поездки, они так же само предлагают индивидуальные и нелегальные поездки, походы. И, скажем так, Припять так же коррумпирована, как в принципе большая часть вокруг нее. Есть даже услуга такси. Можно нелегально перелезть через колючую проволоку на границе зоны отчуждения, на 30-километровой, пройти буквально пять километров и вызвать газ, буханку. И привезут прямо в Припять за полчаса. В общем, это бизнес. Такой самый настоящий конвертный. Это бизнес, да. И после выхода сериала от HBO цены на легальные поездки вскочили в несколько раз, потому что цены, во-первых, на разрешение на въезд, на страховку туриста и на взятки увеличились примерно вдвое-втрое. Но при этом все забито. И при этом все забито. Но при этом, я так понимаю, что вот если брать Восточную Европу, в принципе, постсоветское пространство – это самое такое раздолье для, опять же, сталкеров. Ну, так мы их уже договорились называть. Потому что здесь случилось вот именно этих исторических сломов много, которые, ну, вследствие чего образовались вот эти вот очень много зон. Мне кажется, в Западной Европе такого может быть нет, там как-то более плавно история шла, может быть, заброшенных зданий, так резко заброшенных меньше. Есть такое? Резко заброшенных меньше, но они там сохраняются лучше. То есть там реально в лесу можно найти какую-то, условно говоря, лечебницу, где будут пианино, рояли стоять, все стекла будут целые. У нас это бы сожглось и вынеслось бы через... А вы за пределами Латвии много вот совершали? Не особо. Лично я был вот в Чернобыльском зоне отчуждения. Этим летом в отпуске я был в Германии, недалеко от Дюссельдорфа. Огромный завод размером с половину Риги, он является достоянием ЮНЕСКО. Его реставрируют. Он заброшенный, не использует. Это огромный кусок железа, который раньше был заводом. И он полностью сохранен. Но времени посетить более какие-то секретные объекты просто не было физически. А так, в целом, мы по Латвии катаемся. В Эстонии тоже, опять же, возвращаясь к фильму Тарковского, там ведь его в Эстонии снимали. Я думаю, это место тоже должно быть достаточно... Это место уже не заброшено, его реновировали. Там сейчас, по-моему, что-то вроде арт-галереи, пространства для ведения всяких фестивалей и так далее. Что-то наподобие нашего перона, явно с Канстой. А вообще, ну, вот как вы, раз мы об этом заговорили, относитесь, ну, у нас есть, во-первых, движение Фри Рига. Знакомо вам, да? Нет. Это движение, которое занимается переосмыслением заброшенных зданий. Ну, вот у нас есть Сталинский квартал, например. Не знаю, знаете ли вы или нет. Да. Там, где скорая помощь чинилась. Сейчас там, ну, тоже арт в пространстве, в широком смысле это можно назвать. Там какие-то тусовки, что-то театр, что-то так. Это все называется словом джентрификация, когда осваивается с точки зрения вот какого-то переосмысления, да, эти заброшенные здания. Просто вы как к этому относитесь? Ну, у нас вот устраивается, это уже давно началось, рейвы всевозможные на заброшенных, да, фабриках, на вэфе делали, хотели на большевичке у нас делать, но там что-то не получилось. Ну, в целом, я за. Единственное, что вот, например, в случае с Сталинским Кварталом, там все слишком арт стало, то есть, там, в принципе, кроме граффити ничего нет. Ну, ну, по содержанию самому. Мне вот нравится Квартальчик Аутентика. Да. Это пивоварня Игосаус. Около Первой городской. Да, да, напротив. Вот. Это пивоварня Киммель, она же Игосаус. Офигенное историческое здание, там два уровня подвалов. Бывали там до Аутентики, кстати? Мы бывали, когда Аутентика ограничивалась своим маленьким домиком. Да. Мы там все обошли полностью и даже на трубу залазили. Отличное место. Единственное, что жалко, что они редко что-то устраивают внутри помещения, но при этом, то есть, при всем, при том, что они как-то используют заброшенное пространство, они его не, ну, скажем так, не уродуют граффити. А вы именно граффити, да, претензии имеете? Да. Большинство граффитистов это просто те, кто пишет свое имя. Ну, вот граффитисты, сейчас бы сказали, что это не граффитисты. Тегеры. Тегеры. Мы даже блокируем тегеров в Инстаграме, когда они только появляются у нас в подписчиках или в комментариях или пишут нам, где объект, сразу в блок, просто без разговоров. Даже тех, которые действительно граффити рисуют? Вот сейчас недавно ребята в Олайне нарисовали, самое высокое его еще назвали, видели, может быть, на трубе большой, водонапорной, кажется. Нет, не видел. Нет, именно тегеров. Всех тегеров в блок, сразу же. Граффитистов, опять же, нужно, наверное, ознакомиться с работами граффитиста, чтобы сделать в нем какие-то выводы, но, опять же, чаще всего это какие-то глупости рисуют. Слушайте, вот руфинг, мы не сказали просто руфинг, ну, я там свое, может, мнение оставлю при себе, есть в этом что-то, конечно, там от зрелища, но это вот супер такое безответственное занятие часто выглядит и много было, мне одно, по крайней мере, приходит случай в голову, когда были вот эти драматичные кадры, когда парень в Азии где-то сорвался, он там как-то переоценил свои силы, повис на кончиках пальцев, все это засняла камера, и он сорвался просто. Вот это движение, оно, конечно, вызывает очень много вопросов. Зависит от руфера. Потому что там законы физики немножко другие. Зависит от руфера. Во-первых, нормальные руферы, вот даже тот, который в Азии упал, это люди с надлежащей физической подготовкой. То есть, в принципе, даже я, когда иду на объект, я делаю все, что в пределах моей физической подготовки. В Риге, вообще в Латвии, руферы – это в основном всякие подростки, которые просто насмотрелись видосиков и думают… Не, ну это уличная культура, оттуда она и рождается. Тут же нет какой-то академии, там у нас школы, высшей школы руферов. Это все рождается на улице, скоро будет. Есть культура. Тот же самый вот наш местный паркурщик Володя Воронин. У него отличные кадры. И я вижу, что он делает это с любовью и с полным пониманием того, что он делает. Есть даже некоторые подростки, которые делают это более-менее профессионально. То есть, я помимо тех фотографий, которые они публикуют в интернет, вот именно готовых, обработанных снимков, красивых, там, экстремальных, они иногда выкладывают, скажем так, бэкстейджи, где видно, как они делают, как они проникают на крыши. Но чаще это все-таки подростки, которые просто насмотрелись, они хайпа ради поднимаются. Ну или же на слабо. О, давай-ка. Или же на слабо. Ну на слабо это вообще золотой мотиватор. Ну в основном это в первую очередь экстрим, во вторую очередь это красивый пейзаж. Но у нас в Ригу мало с каких точек можно посмотреть свысока. Слушайте, вопрос, который, наверное, не раз вам задавали, он интересует, вот, и то, что касается подземелья, это, конечно, миф о рижском метро. Что вы о нем знаете вообще? Видели ли вы что-то? Да, мы были на станции ВЭФ. Катались, да? Катались, да. По кольцевой проехались, да. У каждого настоящего диггера в Латвии есть кулончик из рельса со станции ВЭФ метро. Ну нет, это шутка. Нет, сейчас разоблачить. Метро нет, нет и не было. И нет каких-то даже там признаков, да, того, что надо... Что подразумевать под признак? Что-то на глубине есть. Да, что есть на глубине? Ну, скажем, есть технический туннель, канал, соединяющий ВЭЦ-Милгравис и Болдерай, примерно так. Но он там сугубо технический. Это под подрекой получается? Да, на глубине 22 метров. Вообще под Далговой, по-моему, было 7 или 10 туннелей. Но это все технические. То есть это 3 газовых туннеля, несколько электрических и водопроводный. Там до какой-то степени можно... Никаких станций, короче. Нет, никаких станций. Под Орега, как там кто-то... Первый признак наличия хотя бы чего-то подобного на метро в городе, это наличие вентиляционной шахты. Все, любое метро строится с вентиляционной шахты. Ну, тут как бы элементарная логика, ты не можешь пилить туннель под землей, если у тебя некуда выходить в воздух. У нас нет ни единого признака наличия хотя бы чего-то похожего на... Ты мне говорила, что в районах там пурчик, там где всякие стоянки, парковки выкуплены, где ничего не строят, это изначально земля планировалась для спуска в метро. Нет, не я. То есть по кадастру она до сих пор проходит как зона, где нельзя строить что-то крупнее киоска. Потому что когда-то она изначально задумывалась под входы в метро. И что, из-за этого у неё какой-то почва другая? Нет, просто статус. Поэтому там сейчас парковка. Это факт или это какие-то домыслы? Скорее домыслы. Но интересно, потому что если посмотреть на предполагаемую карту метро, всё сходится. Мало времени остаётся ещё, наверное, я видел, что у вас проходит так называемый сталкер-прошоу, сталкер-фест это называется, да? Или что это? И, кроме того, ещё о музее речи какая-то идёт. Сталкер-фест это абсолютно спонтанное мероприятие было. Вообще такое планировалось что-то давно, но недавно вот опять же коллеги из другой команды сталкеров предложили, говорят, давай надеваем костюмы химозащиты, противогазы разные, берём в руки приборы гражданской обороны времён Холодной войны и идём просто в старый город гуляем, приготовим себе тушёнку у площади стрелков. С газовой горелкой. Да, подготовим визиточки и тем, кто будет подходить, спрашиваете, ой, ребят, кто вы такие, будем давать визитку, вот, едете с нашими ребятами в Припять, подписывайтесь на Памаста Латвия, ставьте лайки, там есть заброшечки, ходите в наш музей и ходите в нашу подземку, вот. Но как-то прошло всё немножко не по плану, точнее, пошло не по плану, учитывая, что плана не было изначально. В итоге, да, мы осели в нашем музее на Андресале. Это вообще в первую очередь квест-комната на тему бункеров и там же у нас небольшой музейчик. Музей не такой, как в Лигатне, то есть не про бункера, а музей про непосредственно инвентарь. Потому что в том же Лигатномском бункере, там, когда у гидов спрашиваешь, а почему этот противогаз такой, они говорят, ну, потому что такой. А мы вот рассказываем именно, почему он такой, почему у противогаза здесь такой вот прибор, здесь такой прибор, почему здесь вырезы для ушей, почему здесь такие линзы. Да, есть детские противогазы, есть военные, есть разные. Можно нырять в каком-то даже. Противогазы, приборы радиоактивного излучения по измерению, то есть дозиметры, индивидуальные дозиметры, приборы химической разведки, костюмы химзащиты, мы про всё это рассказываем. Ну и параллельно тем, кому интересно, рассказываем про сами запрошенные объекты. Спасибо большое, время наше подошло к концу. Сорганизаторы проекта «Помыста Латвия» были у нас сегодня в гостях, Артур Янсен и Дмитрий Букц. Спасибо, до свидания.